Девушки, куда? Айсик. Скажешь мне, когда там пойдут информация, что слышно. Доброго дня. Мы находимся сейчас в Мариуполе на суде над добровольцами Ленина Литвиненко и Александра Новикова. Позваны Бек и позваны Хаммер. Давайте проверим звезок, насколько хорошо слышно. Еще раз, будь ласка. Насколько хорошо слышно? Есть связь. Находимся сейчас в Мариуполе на одном из судов по мере пресечения добровольцам, активистам руховызвования, добровольцам батареона Алун Ленина Литвиненко Позвной Бек и добровольцам батареона Донбасса Александром Новикова Позвной Хаммер. Они были более месяца назад похищены неустановленными лицами, привезены сюда, в Донецкую область. Похищены были из Киева. Ленин Литвиненко был похищен из Новоград-Волынского. И им инкриминируют статьи, преступления, которые они совершали в той области, когда они никогда не были. Особенно стокируется им Юрий Луценко. Генеральный прокурор Украины. Хлопцев арестовали на самом деле за то, что они были активными участниками в блокаде, за то, что они защищали Украину в первых рядах на Востоке в 2014 году, за то, что они вышли протестовать против того беспредела, что происходит в стране и возглавляются Порошенко, Луценко и прочей шоблой на площадь возле Верховной Рады. Нечего предъявить абсолютно добровольцам, поэтому сегодняшний цирк, я так понимаю, Луценко особисто устроил, чтобы и меня, и Егора Соболева, которые приехали сюда для того, чтобы взять ребят на поруки, замотать. Они, наверное, забыли, бляди, что мы не женщины третьего тысячелетия, что мы не такие мрази, как они, что мы не будем ездить по Мальдивам. Мы приедем сюда столько раз, сколько нужно. Сегодня на суде у Леонида Твиненко неоднократно прерывалась связь СИЗО, а потом заявили прокуроры, если так можно эту мразь называть, о том, что у них не оформлены какие-то документы. И назначили все это на 2-е сичны. Дальше. По Александру Новикову, Хамеру, пропала полностью вся бригада обвинения. Все прокуроры исчезли, мы с Соболевым не можем их найти в прокуратуре. Я приеду сюда столько, сколько нужно. Мы своих не бросим. Я особо быстро беру на себя обязательства каждого полицейского, так званого, каждого прокурора, так званого, каждого судью, так званого, нарушавшего закон и участвующих в политических репрессиях. Не забыть, не будет такого, что опять после смены власти вас забудут, как только вы начнете целовать пятки новым властям. Этого не будет. Мы своих не бросим и будем приезжать сюда столько, сколько нужно. А Луценко скажу, ты мразь. Забыл, наверное, что мы сделаны совсем не из того теста, что вы воры, разворовывающие Украину. Можете мотать нам нервы и дальше. Можете издеваться над Украиной. Ваше место в тюрьме. Мы будем здесь столько, сколько нужно. Мы хлопцев своих не бросим. А вы мрази скоро с Порошенко глотки другу от жадности перережете и перерывете. Поэтому я считаю, что так ведут только трусы. Юрий Витальевич Луценко, вы особистый, вы трус, негодяй, коррупционер и мерзавец. Так вести себя с хлопцами, защищавшими Украину, так издеваться над ними может только подобные люди. Янукович тоже думал, что так будет всегда. Вы забыли, как вы там выли из-за решетки. На жалость давили. Какой вы терминатор политический. Внезапно оказавшись за решеткой. Так вот, наши хлопцы так не делают. Наши хлопцы здесь сидят и вместо того, чтобы выйти, как вы и ваша жена, занимаются тем, что на учет берут каждого военного, который здесь находится. Каждого хлопца, который попал сюда на... И если больше года, добровольцы, Висковы и Мариуполь и Бахнут полностью забиты хлопцами. И они не скулят, как вы, а они здесь занимаются учетом этих ребят. Они выйдут, мы будем приезжать сюда столько, сколько нужно, а вы сядете. А сам быстро вам обещаю. Слава Украине. Слава Украине.